Спасибо за представление. Доброе утро всем. Поскольку начали с основного события, это чтение, посвященное Георгию Арбатову, я, конечно, несколько слов скажу по этому поводу. Дело в том, что сам институт ШАИ Канады был образован по инициативе Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. И образован был по инициативе ветеранов войны, которые закончили МГИМО, трудились в этом отделе под руководством Андропова, который короткое время был генеральным секретарем, руководителем Советского Союза. И связано это было с тем, что во время визита Никиты Сергеевича Хрущева в Америку он для себя открыл Америку и пытался наладить отношения между двумя странами совершенно на ином уровне, несмотря на то, что в этот период именно состоялся Карибский кризис. Леонид Брежнев направлял Косыгина в Соединенные Штаты, прося его разобраться, что что-то не то. Две ведущих державы, и нет у нас представления истинного о Соединенных Штатах, и надо разобраться, что это за страна. Косыгин направлял сюда людей специально по изучению экономики Соединенных Штатов по линии Академии, Российской Академии Наук. Ну и плюс вот инициатива Андропова по организации Института Шея Канады. И действительно это был период, когда руководство страны прислушивалось к мнению тех специалистов, которые были собраны в институте. И в практическом плане институт много сделал при подготовке первых договоров по ограничению стратегических ядерных вооружений. Ну и тогда действительно складывалась парадоксальная ситуация, когда начались первые контакты специалистов в области ядерных вооружений, то с американской стороны были действительно специалисты, которые знают этот вопрос. А по линии Министерства обороны Советского Союза могли послать в командировку только тех людей, которым был разрешен выезд за границу. Но это были те люди, которые абсолютно не знали ничего о российском ядерном потенциале. Они не были допущены к этим секретам. И вот с ними вместе направляли сотрудников институтов Шея Канады, которые знали информацию о советском ядерном потенциале из американских источников. И вот на первом этапе этими источниками на переговорах и пользовались. И лишь потом подключили настоящих специалистов. Но в принципе специалисты с института Шея Канады на протяжении всех переговоров, и в том числе, когда готовили последний договор, принимали участие. И что самое главное, вклад это, конечно, на этапе подготовительном, когда очень большую роль играют неформальные встречи специалистов. Но иногда туда привлекали и официальных лиц, но в неофициальном качестве. И вот эта подготовительная работа, она, как правило, играет очень большую роль. Ну и, к сожалению, в советские времена сотрудничество между Соединенными Штатами ограничивалось в значительной мере именно проблемой ядерных вооружений, потому что от них исходили основные угрозы. И когда Советский Союз распался, и ядерный потенциал достался России, то, в общем-то, было, к сожалению, вполне обоснованное мнение, что мы за рамки ядерных вооружений пока и не выйдем в своем сотрудничестве. Прежде всего, потому что экономического фундамента для такого сотрудничества у нас нет. У нас очень слабые экономические связи. Но время показало, что в области ядерных вооружений мы можем находить компромиссы и находим их. И даже когда Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне, в 2002 году мы подписали очередной договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов. Он уникален по своим определенным параметрам, очень короткий, буквально на одной странице весь текст помещается. И он зафиксировал ситуацию, когда обе страны друг другу сказали, нам не столь важно, сколько вы будете точно иметь ядерных зарядов, ядерных носителей. Вот есть определенный диапазон, разумный. Слишком большой разрыв в таких потенциалах никогда не может быть положительным. Вот в этом диапазоне давайте и оставаться. Единственная проблема, которая оставалась после этого договора, то, что система контроля, верификации взаимная, она была привязана к договору СНВ-1. И когда заканчивался его срок, наступал период неопределенности, как дальше быть. Поэтому, конечно, этот договор 2002 года был таким переходным, но все-таки уровень доверия, он абсолютно четко демонстрирован на тот период. Поэтому та ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, конечно же, разительно отличается от той, которая была еще в 2002 году. И причины наших отношений сегодня, которые нельзя назвать нормальными, лежат в общем совершенно не в сфере ядерных вооружений. Поэтому и лекцию сегодняшнюю я решил привязать к другим вопросам, не к ядерным вопросам, а к той сфере, которая как раз и имеет прямое отношение к возникшим противоречиям между двумя нашими государствами. И эти противоречия, в принципе, начали обозначаться в середине 90-х годов, когда было принято решение о расширении НАТО. Фактически, процесс расширения НАТО обозначил этап начала политики борьбы за сферы влияния, но теперь уже не только на пространстве, которое занимал социалистический лагерь, охватывающий Восточную Европу, но и постсоветское пространство. Ну и надо сказать, что весь этот период, ну, наверное, до Мюнхенской речи Путина, российская сторона проявляла, с одной стороны, терпение, поиск компромиссов, и обозначала, я это обязательно напоминаю всегда, устами каждого из президентов России, готовность идти на встречу с Западом, с Соединенными Штатами, чтобы быть в единой системе, готовность настолько, что мы не отрицали возможности своего членства в организации Североатлантического Альянса. С этого начинал Ельцин, с этого начинал Путин и Медведев. Ну, нас, к сожалению, не слышали. Конечно, нас настораживало, что члены Североатлантического Альянса в первую очередь принимались те государства, которые достаточно четко обозначали свою антироссийскую направленность, говорили об угрозах со стороны России. Под этим же флагом прибалтийские государства были приняты в состав Североатлантического Альянса, но голос России не слышали. И, конечно, это накапливало потенциал неприятия отношений к России. Ну, и где-то, наверное, коллиментационная точка наступила в 2008 году, когда разгорелись конфликты в Южной Осетии и в Абхазии. И в этой ситуации проявилась взаимосвязь между политикой двух государств Грузии и Украины. И эта взаимосвязь совершенно четко указывала на влияние Соединенных Штатов. И то и другое государства начали обозначать свое стремление в Североатлантический Альянс. На Украине президент Ющенко пришел к власти, несмотря на то, что победу в тот период на выбор одержал Янукович, но благодаря первому Майдану, и он был организован при поддержке Запада, все-таки к власти был приведен Ющенко, который начал проводить политику подготовки страны к НАТО. Ну и, наконец, красная черта это последующие события на Украине в 2014 году. Ну и результат вот сегодняшние отношения. Почему-то сложилось мнение на Западе, что Россия стремится восстановить Советский Союз. И в связи с этим я хочу привести слова Путина, который по этому вопросу выразился следующим образом. У того, кто не жалеет о распаде Советского Союза, нет сердца, а у того, кто хочет восстановить Советский Союз, нет головы. Вот его отношение реальное. Тем не менее, вот политика России на постсоветском пространстве в 90-е годы, в 2008 году вызывает непонимание на Западе и истолковывается как стремление закрепить свое превалирующее влияние на этом пространстве. На самом деле это не так. На период начала 90-х годов, еще до распада Советского Союза, конфликты эти уже обозначились, и они назревали. Часть из них имеет долгую историю, историческую, и лишь один из этих конфликтов непосредственно связан с советской историей. Я имею в виду конфликты в Таджикистане, там проводилась миротворческая операция России, в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. На Горный Карабах Россия миротворческой операции не проводила, хотя там был горячий конфликт, и он остается, к сожалению, тлеющим и сейчас, но здесь решается проблема политико-дипломатическими методами во взаимодействии с ОБСЕ, с другими государствами, я на нем останавливаться подробно не буду, хотя конфликт, конечно, сложен. Что касается Таджикистана, в Таджикистане обстановка нарастала еще в советские времена, напряженные, в связи с тем, что, во-первых, это государство граничит с Афганистаном, и, несмотря на то, что религия в этой стране была в полуподпольном, скажем так, состоянии, и именно, может быть, по этой причине, там, где оставалось влияние религиозных лидеров, это были все-таки лидеры, связанные с экстремистскими течениями ислама. Это первая идеологическая составляющая. Вторая экономическая. Промышленность в Таджикистане была неплохо развита, но в городах, на этих промышленных предприятиях, работало не местное население. Промышленность, как и во всех советских республиках, за исключением, может быть, в Белоруссии и Украине, поднимали специалисты российские, украинские, то есть не местного населения, в том числе и в Прибалтике, почему там и сложилась преимущественно по численности российское население, так и в Таджикистане. По национальному составу это были русские, украинцы, немцы и евреи. Вот основной состав. А сельское население, это были таджики, причем их численность заметно возрастала, рождаемость в уровне большой, рабочих мест нет, они ехали в города, в городах рабочих мест нет, и наиболее доходные, скажем так, места рабочие занимали не местное население. И накапливался такой вот потенциал маргинальный, который уже в советское время приводил к образованию преступных групп. Ну, а с распадом Советского Союза, когда нарушились и экономические связи, когда и промышленные предприятия остановились, обстановка, конечно, в республике стала очень тяжелой, и все это привело к конфликтам, к росту преступности, и в первую очередь она была направлена на население городов не таджикское, в том числе русское население, а потом началась борьба за власть различных кланов. Клановые группировки в Таджикистане имеют давнюю историю, и само управление в республике осуществлялось по значительной степени по клановому принципу, какой клан господствующий. И эта борьба сразу же приобрела характер жестокий и кровавый между собой, и неизбежно коснулась в том числе тех воинских частей, которые располагались на территории республики. А на территории республики оставалась 201-я дивизия из состава вооруженных сил СССР, и пограничники вдоль границы с Афганистаном. И, естественно, удару подверглись прежде всего городки с населением, семей военнослужащих. И в первый период совершенно самостоятельно командования дивизии не оказались брошенными. Они были и не в составе Советского Союза, его уже не было, и не в составе вооруженных сил России, а вроде как самостоятельно. И они здесь сами приняли участие в наведении порядка, прекращении кровопролития. И на определенном этапе этой вооруженной и достаточно жестокой борьбы между собой совершенно четко обозначилось две стороны. Одна это религиозные экстремистские группы, поддерживаемые с Афганистана ваххабитской направленности. И с другой стороны представители различных кланов, которые между собой воевали в борьбе за власть. И на определенном этапе, когда уже борьба между кланами начала склоняться в сторону одного из этих кланов, а вооруженные группировки этого клана возглавлял человек с криминальным прошлым. он понимал, что он не может возглавить это государство. И выдвинул предложение о том, чтобы на место главы государства назначить своего человека, полагая, что он будет вполне управляемым. Это как раз был Эмман Али Рахмонов, тот, который сейчас руководит Таджикистаном. И когда к власти привели Эмман Али Рахмонова, то ему, конечно, понадобилась поддержка. И он с этой поддержкой обратился в Москву. Это очень характерный момент, потому что какие бы конфликты в этот момент не разворачивались на территории бывшего Советского Союза, республики, которые себя объявили независимыми, они все смотрели на Москву и ждали оттуда реакции по инерции. А Москва в свою очередь, в это время проблем было полно своих. И тем не менее, было ощущение и у руководства, и у общественности определенной моральной ответственности. И за то, что развалился Советский Союз, и за то, что там эти проблемы, и то, что как правило в этих конфликтах самыми незащищенными оказались те, кто туда поехал поднимать эти республики. То есть население русские, белорусы, украинцы, другие национальности, но не местное население. И в данном случае я могу сказать, как принималось решение, просто потому, что случайно оказался причастным к принятию этого решения. В конце дня вечера мне принесли телеграмму, в которой президент Таджикистана Рахмонов, какой-то Рахмонов, совершенно нам неизвестный, обращался к президенту России Борису Николаевичу Ельцину за помощью. Ну, Ельцин написал резолюцию министра обороны Грачеву, Грачев написал резолюцию моему начальнику, а мой начальник на ночь глядя написал резолюцию мне. Чтобы к утру доложить. Где там этот Таджикистан, кто такой Рахмонов, что там творится, не только я не знал, ни мои подчиненные не знали. И с вечера начали созваниваться с главным разведывательным управлением, а они сказали, что разведки внутри Советского Союза они не вели и ничего тоже не знают, но это конечно они лукавили. Ну, хорошо, остались какие-то связи с теми офицерами, кто служил там, 201-й дивизии. И в частности в это время командиром дивизии там был генерал Заварзин, с которым мы учились вместе в Академии генерального штаба. Ну, и вот таким образом собрали информацию, ну, и утром доложили, что, наверное, есть смысл поддержать Рахмонова. И после этого было принято решение, во-первых, 201-ю дивизию включить в состав вооруженных сил Российской Федерации, и она выступила не как миротворческая дивизия, а выступила как дивизия, поддерживающая одну из конфликтующих сторон, в данном случае ту, которая объявила, что власть принадлежит ей. И только позже было собрано совещание глав государства СНГ, и на этом совещании приняли решение провести миротворческую операцию с участием военнослужащих сил, вооруженных сил России, Узбекистана, Казахстана, и распределили долю, кто сколько выделяет средств и количества военнослужащих. Реально, конечно, основное финансирование было на российской стороне, и количество военнослужащих в основном было российским. То есть фактически 201-я дивизия составила костяк этих миротворческих сил. И обстановка в Таджикистане была, в общем-то, нормализована в течение достаточно короткого промежутка времени. Кровавые конфликты там прекратились, ну и президент Таджикистана остается тот, о котором вы знаете. Вот так Россия действовала в Таджикистане. Тут никаких имперских амбиций не было и нет по отношению к этой республике. Если брать Абхазию, то здесь вообще конфликт уходит на столетие. Абхазия когда-то в этом районе было Абхазское царство, а на территории нынешней Грузии там еще и княжества не сложились. Ну а потом, когда они сложились, родственные браки, это вообще сложилась одна структура, одно государство, Абхазия, Грузия. Тем не менее в ходе борьбы трех государств в регионе Ирана, Турции, ну и на Кавказе периодически это была Грузия, а какое-то время был Азербайджан главенствующим в регионе. Сложилось так, что население Абхазии больше склонялось к Турции и к Ирану, а Грузия, Армения, христианство ближе к России. И Россия, в общем-то, когда начала продвигать свои интересы на Кавказе, больше была заинтересована не тем, чтобы помочь Грузии в окружении Турции, Ирана, а продвинуть свои интересы. И русский царь в это время больше было забочен идеями Наполеона о совместном продвижении в Индию, чем помощи Грузии. Ну и фактически своей политикой Россия создала такую ситуацию, когда Грузия была вынуждена обратиться к России с просьбой принятия в состав российского государства, что и было сделано. А Абхазия длительное время сопротивлялась этому процессу. И в составе России определенный промежуток времени эта территория Абхазии числилась как виноватая территория. И это продолжалось вплоть где-то до 1909 по-моему года. И тогда решением императора, решением царя было снято этой клеймо виновности с этого народа. И они уже приняли активное участие в войне, в Первой мировой войне в составе русской армии. Когда распалась Российская империя, то в общем-то сложилось вполне закономерная ситуация, как и при распаде Советского Союза, когда часть территорий решила отделиться. И этот период в советской истории он отражается как захват власти меньшевиками, когда были самостоятельные грузинские государства, в Закавказе там ряд государств. Но большевики военной силы фактически почти полностью восстановили границы Российской империи, за исключением Польши и Финляндии. И в том числе грузинскую республику советскую. Ну а учитывая, что главой государства стали два грузина Иосиф Сталин и Берия, то были даны конечно преимущественные условия развития Грузии и в течение всего советского периода на территории Абхазии изменился состав коренного населения так, что Абхазы перестали быть главенскующей титульной нацией. В основном это были грузины и основные должности в руководстве занимали грузины. Значительное количество Абхазов было репрессировано. И после того, как был развенчан культ личности Сталина на 20-м съезде партии, были большие волнения на территории Грузии. На уровне Центрального комитета партии решалась эта проблема. Как-то смогли нормализовать эту обстановку, но в принципе потенциал разногласий между Абхазией и Грузией он оставался. И на последних годах существования Советского Союза уже стали проявляться настроения вполне четкие, что должна быть предоставлена автономия Абхазии. И появился лидер, который объявил себя последующим президентом Анзербан, достаточно неординарная личность. И Россия с самого начала, уже когда распался Советский Союз, ни в коем случае не поддерживала этих сепаратистских настроений. В этот момент аналитическое управление Комитета Госбезопасности, а потом Федеральной Службы Безопасности возглавлял некто Ипполитов, сам Абхаз по национальности. И мы с ним хорошо были знакомы, контактировали. И в это время работали в аппарате Совета Безопасности, еще негласно, скажем так, он еще не сформировался, и он первый как раз обращал внимание, что ни в коем случае нельзя поддерживать Абхазов. Потому что российское государство многонациональное, и этот процесс нельзя начинать, ни в коем случае поддержки сепаратистских настроений. но события развивались так, что к сожалению после переворота в Грузии, когда был отстранен их лидер вылетел фамилия из головы, и туда вернулся Шеварнадзе, но власть захватили преступные группировки, в их распоряжение попали и вооружение и техника Гамсахурдия, вспомнил, Гамсахурдия, отстранение от власти Гамсахурдия, и пришел Шеварнадзе, и были надежды конечно связаны с тем, что обстановка и отношения наладятся здесь, как мудрый лидер Шеварнадзе сможет лишить эти проблемы, но он оказался заложником тех вооруженных формирований, которые фактически его привели к власти, а они возглавлялись криминальными авторитетами, и в их распоряжение попало вооружение и военная техника, под их давлением началось вторжение на территорию Абхазии, они решили военным путем задавить сепаратистские настроения. И здесь оказалось, что в условиях, когда Москва не поддерживала сепаратистские настроения Абхазии, им существенную поддержку оказали незаконные вооруженные формирования из добровольцев, так называемые конфедерации народов Кавказа. Это на Северном Кавказе в рамках России начались тоже движения, связанные с разговорами о самостоятельности, о формировании своих каких-то структур, и вот они сформировали отряды добровольцев, и их возглавил Шамиль Басаев, его фамилия потом известно будет по развитием событий в Чечне, он возглавил там террористически все эти банды, группировки, отличался крайней жестокостью, и его формирования помогли Абхазам, помогли в такой степени, что с учетом и абхазских формирований, которые там возникли, только при случайной стечении обстоятельств, когда в этом районе с попыткой наладить мирный процесс оказался и министр обороны Грачев, и на тот период еще просто активный лидер, не министр по чрезвычайным ситуациям, а нынешний министр обороны Шойгу, удалось спасти Шеварнадзе, потому что уже брали Сухуми, и Шеварнадзе вот-вот должен был попасть в руки этих формирований, и его самолетом переправили Грузию. И потом было совещание глав государства СНГ, приняли решение проводить там миротворческую операцию, к сожалению, никто, кроме России, туда не выделил личный состав, миротворческую операцию проводили российские десантники, мир был там восстановлен, но Грузия, к сожалению, весь этот период вынашивала планы вернуться к военному решению проблемы, даже пришиварнадзе, и предъявляла претензии к российской стороне, что миротворцы не обеспечивают возврата беженцев, но на них такие задачи и не возлагались теми соглашениями, которые были подписаны, они развели конфликтующие стороны, и прекратили вооруженный конфликт, на этом закончилось, и все это продолжалось до прихода к власти Саакашвили. В Южной Осетии здесь тоже конфликт имеет исторические корни, потому что народ Осетии, они тоже исповедуют христианство, как и грузины, но они входили всегда в состав Российской империи, либо были самостоятельны, либо потом вошли в состав Российской империи, но так получилось, что территория проживания этого народа как бы его делят на две части, разделенные горным хребтом, и в период еще до революции, в царские времена, были попытки грузинских князей эту территорию подчинить себе, но это не получалось, и когда вошла Осетия в состав Российской империи, не было разделения Южной Осетии, Северной Осетии, это было просто Осетия, а в рамках Советского Союза, именно опять-таки, потому что руководители это были два грузина, произошло разделение искусственное, велось понятие Северной Осетии, Южной Осетии, и Южная Осетия, та, которая как бы хребтом отделялась от Северной Осетии, ее ввели в подчинение Тбилиси, но с правами определенной автономии. Когда же рассыпался Советский Союз, надо сказать, что там тоже накапливались проблемы во взаимоотношениях с грузинским населением, потому что действительно в основном велось назначение на должности грузин, но такой остроты, как в Абхазии, не было. А в период распада Советского Союза, когда Грузия сказала, мы уходим из состава Советского Союза, осетины сказали, ну вы идите, а мы останемся в России вместе с той территорией, которая Южная Осетия. И отсюда разгорелся как раз конфликт. Конфликт охватил в том числе и подразделения опять-таки вооруженных сил России, которые оставались на территории Южной Осетии. И в тот период Комсохорди попытался силой решить эту проблему. Эти попытки не увенчались успехом. Когда было у власти Шеварднадзе, была очередная попытка в 92-м году решить эту проблему силой. И до такой степени стали себя вести воинские формирования грузинские по отношению к мирному населению Южной Осетии, обстрелы города и так далее, что с российской стороны прозвучало предупреждение с угрозой подвергнуть бомбардировке Тбилик. Конечно, никто бы бомбить не стал, но политический эффект подобной угрозы возымело. После этого было принято решение об образовании миротворческих сил, причем это была уникальная операция миротворческая, потому что миротворческие силы были организованы из конфликтующих сторон. Такого нигде никогда не делалось. Причем с российской стороны это были подразделения вооруженных сил регулярные, а со стороны Южной Осетии и Грузии фактически бандформирование. Но благодаря тому, что одновременно с миротворческими силами сделали еще так называемую совместную контрольную комиссию, куда вошли представители России, Южной Осетии и Грузии, последовательно сначала силами только российских подразделений был восстановлен мир, а потом постепенно заменили людей в формированиях Южно-Осетинских и Грузинских. Это уже стали регулярные вооруженные силы. И несмотря на то, что противоречия какие-то сохранялись, но до 2008 года мир там поддерживался совместными миротворческими силами Грузии, Россией, Южной Осетии. Правда, с приходом Саакашвили сразу же поменялось настроение со стороны грузинского руководства и явно стала просматриваться подготовка к вооруженному решению вопроса. В частности, грузинские подразделения миротворцев постоянно менялись с тем, чтобы как можно больше военнослужащих освоили эту местность, особенности ее. В том числе использовалось то, что Грузия в этот момент поддерживала Соединенные Штаты в составе коалиционной группировки в Ираке и появились военнослужащие, имеющие соответствующий опыт, явно шла подготовка к вооруженному вторжению. И российская сторона в общем-то устами президента Путина на одном из мероприятий было озвучено в определенной степени предупреждение грузинскому руководству, что мы это видим. И в августе 2008 года по всем данным разведки было абсолютно ясно, что такое вторжение будет. С российской стороны, как предупредительная мера, было начато учение 58-й армии в регионе. И по оценкам разведуправления должно было начаться вторжение либо перед Олимпийскими играми, либо сразу после начала Олимпийских игр. Ну, Саакашвили начал вторжение фактически в день открытия Олимпийских игр. Это, конечно, вызывающий был момент. Но последующие события Россия отреагировала в первую очередь тогда, когда появились жертвы среди наших миротворцев. Потому что произошло следующее. грузинская сторона днем в последний день мира вывела своих миротворцев из места постоянной дислокации, где они вместе все находились. Российские подразделения, южно-осетинские и грузинские. И это стало ясно, что уже дальше будет вторжение. И ночью началось вторжение. и до тех пор, пока они не подвергали огневому воздействию подразделения миротворцев, решение не принималось в России в ответных шагах. Когда погибли наши миротворцы, вот тогда было принято решение. И оно, в принципе, было принято на основании подписанных ранее соглашений еще в 92-м году. Если какая-то из сторон нарушает миротворческую операцию, то по отношению к ней проводятся операции по принуждению к миру. Поэтому с российской стороны и была такая осуществлена операция по принуждению к миру. Но естественно провести ее силами миротворцев, которые там были, и часть из которых там погибли, было невозможно. И здесь были задействованы подразделения 58-й армии. И многие обвиняли Россию в том, что неадекватное воздействие было. Но, во-первых, оно действительно было необходимо для того, чтобы у безответственного руководства Грузии, точнее Саакашвили, не было оснований начать попытку спланированной к этому моменту операции по вторжению на территории Абхазии, а по планам грузинским по времени они должны были решить задачу сначала в Южной Осетии и потом осуществить вторжение в Абхазию. Группировка там уже была подготовлена. Ну и плюс ко всему отмобилизованные население грузинское солдаты, сержанты ну их готовили что они должны вернуть Южную Осетию в состав Грузии. Но они не были готовы воевать с Россией. Поэтому как только они увидели российских военных то они бросили технику и что называется побежали. И повторяю здесь с российской стороны не было бы решения ни о признании Южной Осетии, ни о признании Абхазии, если бы грузинское руководство в течение этих лет с начала 90-х годов не преследовало цель решить военным путем. Россия их пыталась все время вынудить не вынудить а уговорить развивать экономические связи и с Абхазией и с Южной Осетией. Для этого были географические все условия. Ведь Южная Осетия она действительно больше транспортными коммуникациями, связями, энергоснабжением привязана к грузинской территории. Так географически получается. Абхазия тоже самое. и надо было просто развивать восстанавливать экономические связи а потом бы это как-то решилось. Плюс политически почему-то грузинское руководство не хотело переходить отказываться от унитарного принципа построения государства. Эту же ошибку кстати сейчас повторяет Украина. И это Россия которая многонациональная Соединенные Штаты я уже не говорю о примере Соединенных Штатов что здесь Штат это фактически самостоятельное образование федеральное. Вот это были ошибки конечно грузинского руководства. И Россия я еще раз возвращаюсь к Абхазии последние санкции по отношению к Абхазии это те которые должны были удержать от сепаратизма сняли только после событий августа 2008 года. То есть мы четко придерживались поддержки территориальной целостности Грузии. Я сейчас уточню время чтобы а то у нас хоть и перерыв был но наверное далеко нельзя уходить. И по Приднестровью там ситуация тоже складывалась таким образом что с одной стороны корни уходят в историю но с другой стороны основная причина конфликта Приднестровского связана с событиями распада Советского Союза. Дело в том что когда распался Советский Союз то руководство Молдовы взяло курс на присоединение к Румынии на выход из состава Советского Союза и присоединение к Румынии и начали в значительной степени не подвергать ущемлению права русскоязычного населения. И в это время на территории Приднестровья то есть на том берегу Днестра который ближе к России а точнее к Украине и раньше это республика Молдавская после образования Советского Союза была образована Молдавская республика и она фактически была в границах нынешнего Приднестровья но в составе Украины и вот в этот момент там появились лидеры которых совершенно не знали в Москве и не поддерживали в Москве некто Смирнов в общем-то называя вещи своими именами не знаю как это звучит и будет понят о вами проходимец он и захватил власть и конечно же никто в России его не поддерживал но здесь Россия не могла оставаться вне рамок этого конфликта когда он перешел вооруженную стадию почему потому что на территории Приднестровья размещались склады и размещаются сейчас на тот момент 14-й армии российской более того когда Россия приняла решение одностороннее решение это напомню о выводе своих войск из стран Восточной Европы то значительная часть техники вооружения прибыла тоже на эти же склады это огромное подземное сооружение и когда разгорелся конфликт между Приднестровьем и Молдовой то и та и другая сторона конечно рвалась к этому оружию поэтому Россия тут не могла оставаться совершенно безразличной и туда был послан в определенный момент командующим армией генерал Лебедь он сделал все чтобы прекратить вооруженный конфликт своими методами решительными в определенный момент он использовал огневое воздействие правда больше пугающего характера но тем не менее это остановило конфликт было и решение потом глав государства СНГ точнее скорее президента России и Молдовы соглашения об организации миротворческой сил причем это было решение которое позволило реализовать опыт Южной Осетии здесь тоже были созданы миротворческие силы из конфликтующих сторон подразделения 14-й армии и подразделения Приднестровья и Молдовы и тем не менее огонь не удавалось прекратить ну и был эпизод когда генерал Лебедь просто позвонил ночью по так называемой кремлевской связи это правительственная связь советского времени та которая на тот момент еще функционировала поднял с постели премьер-министра Молдовы обругал его трехэтажным русским матом и предупредил что если через 30 минут огонь не прекратится то через два часа он лично в Кишиневе на центральной улице на фонарном в столбе повесит премьер-министра Молдавии и вот несмотря на все подписанные соглашения именно этот звонок и сыграл решающую роль после этого было прекращено прекращены обстрелы ну тем более что в этот момент парашютно-десантным полком который оставался на территории Молдовы рядом с Кишиневым командовал младший брат Лебедя наверное это тоже возымело свое действие ну и Россия и конкретно генерал Лебедь на месте он не поддерживал власти Приднестровья и всячески помогал проникновению за что его потом и осуждали и сняли отправили с этой должности помогал руководству Молдавы каким-то образом проникнуть в руководство Приднестровья чтобы ну чтобы все это временное руководство каким-то образом убрать ну а в последующем конечно численность армии там уже нет есть оперативная группа и проблема со складами остается и нам конечно совершенно непонятно когда Запад сейчас воздействует на Россию чтобы мы оттуда вывели оставшиеся подразделения и миротворцев и военнослужащих потому что склады остаются более того нам в течение этих лет ограничивали вывоз оттуда вооружение военной техники сейчас там скопилось огромное количество боеприпасов которые уже невозможно транспортировать потому что это опасно они могут сдетонировать их можно только на месте утилизировать для этого должна быть там создана обстановка и конечно же в этой ситуации выводить оттуда последние подразделения российских войск нельзя то есть и здесь мы на примере видим что какие-то разговоры о том что Россия пытается здесь восстанавливать Советский Союз поддерживать свое влияние они места не имеют здесь совершенно другие цели и в целом в заключении еще раз хотел сказать что когда Соединенные Штаты на определенном этапе начали проводить уже совершенно четко политику сдерживания России и в момент особенно 2008 года сложилось такое впечатление что замысел состоял в том чтобы лишить Россию выхода в Черное море потому что если бы реализовать удавалось замысел Саакашвили а он опирался на поддержку Соединенных Штатов его подразделения готовили советники из Соединенных Штатов причем еще раз продемонстрировать в определенный момент уровень доверия между Соединенными Штатами и Россией перед этим в период предвыборной кампании когда боролись за президентский пост Кэрри и младший Джордж Буш мы встречались в Вашингтоне и в составе группы американской были генерал Шарли Кашвили Уильям Перри бывший министр обороны в нашей группе был маршал Сергеев на тот момент уже не министр обороны а советник Путина и Шарли Кашвили с двумя вопросами обращался к Сергееву первое это не могли бы в наших центрах подготовки спецназа спланировать подготовку американских спецназовцев потому что опыт проведения миротворческой операции в Боснии и Герцеговине а там наши миротворцы действовали в составе американской дивизии показал что по некоторым параметрам есть чему поучиться у наших спецназовцев Шарли Кашвили первую просьбу к Сергееву и вторую поинтересовался по поводу возможности оказать помощь Грузии в формировании своих вооруженных сил и тогда с нашей стороны никаких возражений не было потому что действительно это нужно было сделать там во-первых сложилась сложная ситуация в том что слишком много людей попало случайных это когда вот был переворот и пришли власти бывшие криминальные авторитеты во-вторых значительная часть вооружения и военной техники были разворованы распроданы и часть из них более того попала террористам на территории Чечни поэтому мы не возражали то что Соединенные Штаты помогут в подготовке и формировании вооруженных сил Грузии ну а в 2008 году вот получилось что Саакашвили как раз и рассчитывал на эту поддержку и воспользовался той помощью которая была оказывана ну и плюс ко всему он имел своем распоряжении подразделение с опытом действия на территории Ирака и если бы удался этот замысел то получается что Черноморское побережье оказалось бы почти полностью в руках скажем так Североатлантического Альянса Турция Грузия Грузинское побережье включая Абхазию коротенький участок Сочи Новороссийск Затем Крым а в это время Ющенко не только оказывал поддержку военными специалистами Грузии в ее вторжение на территории Абхазии и Южной Осетии но и подымал вопрос о том что флот России должен выйти из Крыма У нас договор заканчивается в 17-м году и уже в этот момент началась подготовка и таким образом мы бы лишались полностью выхода в Черное море и когда начались события на Украине и государственный первый город состоялся когда в течение суток после того как Янукович согласился на условия представителей Майдана при участии высокопоставленных представителей европейских государств и России что он осенью складывает в себя полномочия и проводятся новые президентские выборы а на следующий день состоялся государственный переворот и к власти пришли националисты после этого стало ясно что с Крымом надо что-то делать иначе мы лишимся полностью выхода в Черное море отсюда видимо и действия руководства Российской Федерации может быть в чем-то неадекватные больше чем надо было но тем не менее таковые действия были предприняты в ответ на сложившуюся ситуацию не мы этому виной ну и в целом я бы отметил что наверное именно с 14 года сложилась вот эта симметрия в реакции если до 14 года можно говорить о том что политика сдерживания стала проводиться с Западом по отношению к России но Россия в общем-то терпеливо себя вела после 14 года мы перешли к политике взаимного ядерного то есть взаимного сдерживания взаимного сдерживания в условиях когда у нас сохранилось и взаимное ядерное сдерживание унаследованное от советского времени и это конечно заставляет нас сейчас говорить не только о том что нарушились наши отношения но и возвращаться к вопросам ядерного сдерживания это мы коснемся на следующих лекциях а сегодня я хотел бы на этом закончить еще раз подчеркну что Россия никогда не проводила постимперской политики на постсоветском пространстве никогда не пыталась восстанавливать Советский Союз и не пытается этого делать она обеспечивает прежде всего безопасность на этом пространстве считая себя в том числе и морально ответственной за то что творится на этой территории потому что это последствия распада Советского Союза спасибо у меня короткий вопрос меня зовут Тарас я учусь на курсе русского языка в агентстве по уменьшению угрозы и как ваше мнение или какое ваше мнение как так получилось что когда выборы в Украине были первый раз выбрали одного президента а второй раз другого вы говорите о 2004 да там видимо воспользовались ситуацией что разница в голосах была несущественная и когда организовали массовую поддержку на Майдане и эта массовая поддержка обильно финансировалась здесь наверное надо предысторию вопроса дело в том что в этот период на территории Украины начали активно действовать некоммерческие организации в основном финансируемые из Соединенных Штатов в частности одну из них возглавляла американка украинского происхождения и не случайно потому что после окончания университета сейчас я не помню какого в Соединенных Штатах она помогла существенно украинским националистам на территории Соединенных Штатов уйти от юридической ответственности в одной критической ситуации и в общем-то у нее были достаточно тесные контакты с ними и не случайно видимо оказалась она на Украине и совершенно не случайно видимо на определенном этапе она оказалась в соседнем кресле в самолете рядом с Ющенко который был еще кандидатом в президенты фигурой которого которую начали потом поддерживать в этот же период совершенно наверное не случайно министром юстиции на Украине стал гражданин Соединенных Штатов который впервые наверное за всю историю Соединенных Штатов отказался от американского гражданства он этнический украинец и уехал на Украину там умудрился стать депутатом Рады и не имея юридического образования министром юстиции естественно за счет внешней поддержки то есть вот такая скрытая подготовка к тому чтобы к власти пришел лидер управляемый со стороны Соединенных Штатов в этот период была проведена ну и плюс финансирование всех этих мероприятий на Майдане в этот период Россия тоже пыталась влиять на выборы на Украине но они не увенчались успехом эти попытки и к власти пришел Ющенко вот так развивались события можно я задаваться да пожалуйста здравствуйте меня зовут Серджио я один из студентов Анны Борисовны я сейчас провожу исследования по использованию частных военных компаний именно американских и российских их влияние на международное отношение двух стран и согласно некоторым моим источникам и одному журналисту с которым я переписываюсь люди которые участвовали в как это сказать в процессе присоединения Крыма к составу Российской Федерации они все они не все были военные то есть якобы некоторые из них были сотрудники частных военных компаний таких как Вагнер или Славянский корпус я не знаю если это правда но знаете ли вы или слышали вы об этом может быть это как-то правда или неправда ну что касается частных компаний российских то таких компаний не существует в России после того как себя проявили частные военные компании в Ираке и после событий навчавшихся на Украине появился проект закона который бы разрешил образование частных военных компаний но только проект закона и к тому чтобы появился этот закон относятся достаточно осторожно я считаю что это правильно частные военные компании они подрывают монополию государства на военное насилие причем не столько внутри своего государства сколько во внешней политике понятно когда в средние века появились наемники но они тогда появились потому что еще не сложилась экономическая мощь государств чтобы иметь регулярные вооруженные силы сейчас же ситуация другая совсем и сейчас у меня складывается впечатление что государство образует эти частные военные компании для того чтобы скрыть свое военное вмешательство за этими частными военными компаниями контракты с ними заключает государство возможно скрытые свои вооруженные силы не остаются в тени а тут вроде бы частные компании работают поэтому в России пока очень насторожно к этому относятся и не спешат принимать такого закона другое дело что помимо этого существуют еще нерегулярные воинские формирования их могут называть добровольцами как угодно отдыхающими отпускниками вот как на Украине Луганской и Донецкой области но это не частные военные компании и в ряде случаев это действительно добровольцы в значительной степени это добровольцы хотя это тоже наверное не тоже наверное и не наверное это в общем-то противоречит нормам международного правила и этом нарушения норм международного правила а насчет действий в Крыму я к сожалению не могу сказать степень участия там каких-то других подразделений мне кажется там все было решено в основном военнослужащими те которые там постоянно дислоцируются плюс каким-то усилением по линии подразделений спецназа главного разведывательного управления и все то есть Павел Семенович просто чтобы ответить я знаю что Серджио занимается серьезно этим вопросом частных военных компаний и когда мы читаем о Вагнере например и когда мы слышим от вас что эта компания не существует как студентам которые проводят исследования какой следующий шаг то есть очевидно что вы знаете о чем вы говорите и с другой стороны появляется информация в частности я видела там о банке то есть как нашим студентам которые проводят исследования которые хотят понять повторяется ли Россия модель создания этих частных наемников так или иначе что делать студентам в случае конфликтной инфекретации нет не повторяет пока такой закон не собираются принимать пока действовали насколько я понимаю вот регулярные формирования из добровольцев но они к государству не имеют отношения единственное в чем можно обвинить государство в соответствии с законом эти люди должны были быть в России осуждены у меня вопрос о Таджикистане может быть у кого-то есть вопрос я всегда несколько лет уже меня успокоит вопрос вообще о Таджикистане потому что я занималась немножко Афганистаном я знаю что происходит при Талибане я всегда говорила нашим политикам американским сейчас прекрасная возможность для вас работать с Россией потому что ни Россия ни Соединенные Штаты не заинтересованы Талибанизацией Таджикистана и было бы замечательно если бы Россия и Соединенные Штаты создали совместную программу по скажем организации учебного процесса школ финансирования образования для молодежи возможности модернизации страны и так далее и большое количество средств было бы сохранено потому что если ослабятся границы если Талибанизация произойдет то обеим странам нужно будет вкладывать гораздо больше денег и человеческих ресурсов и так далее вот по вашему как сейчас вы нам рассказали об истории проблемы таджикской и того тех мер которые приняло российское правительство чтобы избежать вот этого взрыва и продолжения гражданской войны вот сейчас когда мы видим подъем исламизации вот в этом подбрюшве российском и видим что в общем не может справляться западный мир и Россия с распространением исламизации есть ли какие-то намерения или обсуждения в российском руководстве по поводу того что можно сделать с Таджикистаном чтобы как-то сделать прививку против талибанизации есть ли какие-то меры которые во-первых российское правительство может предпринять при согласии таджикских властей конечно и есть ли по-вашему возможность сотрудничества между США и Россией в сфере стабилизации Таджикистана и недопущения далибанизации Таджикистана во-первых главная наверное проблема лежит в идеологической сфере и традиционный ислам нуждается в поддержке тем более если брать и Россию и республики Центральной Азии некоторые на Кавказе там реально нуждаются в обеспечении безопасности представители традиционного ислама потому что зачастую они подвергаются физическому уничтожению это с одной стороны а с другой стороны надо видеть что эти экстремистские течения имеют в том числе и экономический фундамент для своего существования и я обращал внимание когда говорил про Таджикистан что вот проблема с рабочими местами плюс одновременно угнетение религии они привели и с Афганистана влияние к распространению экстремистских течений ислама но вот в данный момент вот эта проблема с избытком населения и с недостатком рабочих мест она решается за счет того что огромное количество представителей Таджикистана и ряда других республик трудятся в России мы их обеспечиваем рабочими местами но это может быть временным решением проблем а фактически должна быть на месте инфраструктура такая которая бы обеспечивала рабочими местами местное население потому что сегодня есть существенные опасения что эти люди которые едут на заработки в Россию они ведь тоже в значительной мере не удовлетворены своим положением многие из них имеют и образование достаточно но вынуждены грубо говоря работать лопатой поэтому надо решать проблему кардинально и повторяю это касается и Центральной Азии и Северного Кавказа те республики а это привязано к религии и не только республики если мы посмотрим в целом государства в которых исповедуется ислам культура ислама там уровень рождаемости значительно выше и возникает эта проблема с обеспечением рабочими местами и в ряде государств они успевают получить благодаря заботе государства хорошее образование но не получают работу поэтому вот в этой сфере помимо идеологии должны быть сосредоточены усилия и здесь естественно руками одного государства даже если это американское не решить это должны быть какие-то коллективные усилия и в первую очередь европейских государств Соединенных Штатов и России с тем чтобы эту проблему решать не бороться с мигрантами устанавливая какие-то запреты и ограничения а прежде всего создавая условия чтобы их не было ни трудовых мигрантов ни тем более беженцев и это должны быть усилия коллективные усилия стран западного сообщества к которым я отношу и Россию да пожалуйста спасибо большое это четкое и я изложение русской олимпы культуре постранства такое впечатление что роль России как она ее воспринимает и роль России как другие страны СНГ его воспринимают немножко другие то что мой вопрос как как образом Россия может вести чтобы другие страны СНГ воспринимали его более положительную сферу вы очень правильный вопрос задали потому что если разобраться по существу нельзя сказать что Россия является привлекательным лидером на постсоветском пространстве но для этого есть и объективные причины и субъективные и в частности получается так это закономерно во всех этих республиках если мы посмотрим утвердились авторитарные режимы и наверное это вполне закономерно но нельзя сразу шагнуть в демократию из тоталитарного общества и проблемы внутренние в этих государствах проблема удержания власти она требует концентрации вокруг какой-то внешней силы которая мешает вот для них Россия это та сила на которой можно ссылаться что она нас тут угнетала многие годы и сейчас продолжает и мы должны вот здесь вот объединиться то есть объединяющая идея присутствует в их политике антироссийская она не имеет объективных предпосылок это предпосылки субъективные связанные с внутренней политикой поэтому здесь на эти процессы мы вряд ли можем повлиять это только время расстать на свои места с одной стороны а с другой стороны ну иногда можно сказать что руководство России ведет себя на постсоветском пространстве по-американски это вторая причина вот я считаю что ответил на ваш вопрос еще один вопрос есть время для одного вопроса пожалуйста здравствуйте я суден агентства помещения груз также хотел задать вопрос 30-летнее продление базы с татаром с пояснением границе является ли это своего рода афганно-таджикской амбицией Амбиция. И когда нас вынудили оттуда уйти, поток наркотиков через границу вырос значительно. Во-вторых, нет уверенности, что если оттуда уйдут военные, не дестабилизируется обстановка в связи с тем, что борьба кланов, которая не прекращалась, она и сейчас существует, не примет опять форму военную. Поэтому это прежде всего стабилизирующее. Имеют значительную долю своего внутреннего волового продукта, связанного с Россией. Это не наши импирские обычаи, амбиция. Это, к сожалению, экономическая ситуация так развивается. Спасибо большое, Павел Семенович. Спасибо вам за внимание.